Спасибо. 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 И если мы посмотрим на эту таблицу, то увидим, что только 57% пациентов, то есть только чуть больше половины пациентов получили всю комбинированную, вернее, комбинированную в пазу в полном объеме. Остальные пациенты не получили запланированные 4 комбинированных введения, и меньше половины пациентов стали получать поддерживающую терапию неволумабом. И несмотря на то, что, посмотрите, даже меньше половины пациентов продолжили монорежим неволумаба, тем не менее мы все равно имеем такую высокую общую выживаемость. Основная причина прекращения терапии – это нежелательные явления. И при этом тоже обращает на себя внимание, что необходимость, вернее, отмена терапии далеко не у всех пациентов сопровождалась необходимостью в последующей терапии. Мы видим, что в комбинированной группе только у нас 35, то есть только каждый третий пациент получал какую-то последующую терапию при неволумабе. Только у половины пациентов возникала необходимость в системной терапии. И самое главное, что те пациенты, которым была прекращена комбинированная иммунотерапия, вот именно в эту комбинированную фазу, то у них и общая выживаемость, и выживаемость без прогрессирования была сравнима с общей популяцией пациентов. Поэтому, с одной стороны, у нас есть эффективное лечение, которое у некоторых пациентов может приводить к необходимости отмены лечения из-за нежелательных явлений. Но в глобальном масштабе даже это не сильно отражается и не сильно ухудшает результаты лечения. Если говорить об антипедиантителах, то, конечно, их эффективность несколько ниже, чем у комбинированной таргетной терапии. И рефрактерных пациентов к монорежиму антипедиантител больше. Но, тем не менее, где-то у 40-46% пациентов мы видим объективный ответ. И, как мы знаем, объективные ответы на иммунотерапию достаточно длительные. Сегодня у нас появилось еще новое, наше отечественное моноклональное антитело. Я привожу эту таблицу, конечно же, не для прямого сравнения, потому что понятно, что и пембролизумап, и ниволумап изучался в больших рандомизированных исследованиях. Пролголемап пока есть у нас результаты только первой и второй фазы. Но что мы можем сказать, что по эффективности пролголемап не уступает, по представленным данным, не уступает стандартной иммунотерапии. И, конечно, мы ждем продолжения исследований, мы ждем результатов программы ФОР и использования пролголемапа уже в общей практике. Тогда мы с большей, так скажем, уверенностью будем понимать, что у нас появилось еще одно эффективное антипедиантное моноклональное антитело. Берафомек ингибиторы. Да, прекрасные препараты. Мы видим, что частоты отвечают на лечение почти 70% пациентов. Полные ответы тоже примерно у 20% пациентов мы видим. Котроль над заболеванием практически у 90% пациентов достигается. Но посмотрите, когда мы смотрим на отдаленные результаты лечения, то мы видим, конечно, совсем уже другие цифры. Чуть больше 30% пациентов переживают 5 лет. И это при том, что лечение, это переносится, ну, частота нежелательных явлений примерно такая же, как на комбинированной иммунотерапии. Но значительно меньшее количество пациентов прекращает терапию, потому что у нас еще есть возможность и коррекции дозы. Но даже несмотря на то, что большее количество пациентов переносят эту терапию и продолжают лечение, большее количество пациентов после прогрессирования получает системное лечение. Тем не менее, отдаленные результаты на комбинированной таргетной терапии ниже. Ну и что еще? Это клинические исследования. Понятно, что на практике мы имеем совсем другую популяцию пациентов, значительно более тяжелых. Вот работа 2020 года, которая как раз проведена на пациентах, получающих лечение в реальной практике. Это американские данные. Были отобраны из большой базы данных и онкологических учреждений, и отдельных исследований. И вот было выбрано более 500 пациентов, сбирав мутации, которые в первой линии получали комбинированную иммунотерапию и берав и меконгибиторы. Это ретроспективное исследование. Но тем не менее, отобранные группы были сбалансированы по основным факторам прогноза, куда входили и пол, и возраст, и эко, и статус, и уровень ЛДГ. То есть можно считать, что более-менее эти группы все-таки были сбалансированы. Что мы видим? Мы видим, что и в условиях реальной клинической практики комбинированная иммунотерапия дает нам и более высокие показатели общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования. На 32% использование комбинации снижает риск прогрессирования и смерти пациентов. Мы видим, что меньшее количество пациентов на комбинации получают последующую линию терапии. И на момент анализа данных, медианное наблюдение 15 месяцев, большее количество пациентов пережили этот период, получавших комбинированную иммунотерапию. Ну, еще одна вот эта новая опция. Очень коротко скажу, что исследование действительно свою задачу выполнило, потому что оно продемонстрировало увеличение медианной выживаемости без прогрессирования. Мы видим очень хорошую разницу в 5 месяцев. Мы видим увеличение, существенное увеличение длительности ответа. Но вопрос, мы не увидели прироста частоты объективных ответов. Мы не увидели увеличение частоты полных ответов. Ну, и пока доступны двухлетние данные общей выживаемости, что, конечно, не позволяет нам сегодня, ну, так скажем, сравнивать отдаленные результаты тройной комбинации, например, с комбинацией иммуно-онкологических препаратов. Всем ли пациентам, тем не менее, показано начало терапии именно с тройной комбинацией? В этом исследовании очень такой мощный анализ был проведен, дополнительных биологических факторов. И вот здесь два таких интересных, две особенности о том, что комбинация и тройная, и двойная по-разному работает в разных популяциях пациентов. При нормальном уровне ЛДГ, при высоком уровне ЛДГ и низком уровне ПДЛ-1-экспрессе, кстати, самое неблагоприятное вообще-то по прогнозу группа пациентов, и с моей точки зрения, вот очень важно, мы увидели, что тройная комбинация дает лучшие результаты, чем два наших стандартных БИРАФ и МЕК-ингибитора. А вот пациентов с высоким уровнем ЛДГ практически разницы никакой нет. И наоборот, при нормальном уровне ЛДГ и высоком уровне ПДЛ-1-экспрессе, это самая хорошая прогностическая комбинация. Да, здесь таргетная триплет дает лучшие результаты, но я, например, с большей вероятностью таким пациентам назначу комбинированную иммунотерапию. Ну и, наконец, что если в целом смотреть на, скажем, то на перспективы пациентов, то и на соотношение лет прибавленной жизни и стоимости лечения, еще одна на самом деле проблема стоимости лечения, то мы увидим, что именно начало с комбинированной иммунотерапией, это вот желтый такой столбик, дает нам наименьшую стоимость каждого прибавленного года жизни, прежде всего за счет очень длительного периода без лечения, который имеют именно пациенты, начинающие терапию с комбинацией. Ну, таким образом, вот основные такие различия двух видов лечения. Комбинация, высокая частота, но, к сожалению, не очень длительные ответы. То есть иммунотерапия больше рефракторных пациентов, но длительные ответы, пятилетняя выживаемость, наиболее, таким, так сказать, наиболее высокие цифры мы получаем на фоне комбинированной таргетной терапии. Поэтому на чем основываемся? На целом ряде факторов, которые на самом деле взаимосвязаны с нами. Если мы говорим о цели лечения и подразумеваем, что нам в первую очередь важно получить непосредственный эффект терапии, для кого? Конечно, для пациентов с большим объемом болезни, с такой активной кинетикой болезни. Как правило, это пациенты, у которых не очень хорошее состояние, высокий уровень ЛДГ. Однозначно, приоритеты имеет комбинированная таргетная терапия. А если у пациента высокий уровень ЛДГ и низкий ПДЛ-1 статус, я считаю, что это пациент для тройной комбинации. Это противоположная тенденция. У нас есть пациент с небольшим объемом болезни. И что нам самое главное? Это дать ему максимальную возможность увеличить общую выживаемость. Как правило, такие пациенты и состояние имеют хорошее, ЛДГ нормальное. Здесь уже у нас другая опция есть лечения. Ну и кроме того, нам надо дополнительные факторы тоже принимать во внимание. В частности, это доступность, например, медицинской помощи в ургетной ситуации, возможности у пациентов для проведения регулярных визитов в лечебное учреждение. Ну и, скажем, это мое мнение, и в литературе его авторы, часть авторов поддерживает. Я считаю, что, конечно, приоритет таргетной терапии или и тройной комбинации сегодня в том числе, это вот эта группа пациентов с быстрым прогрессированием, с большим объемом опухоли, с необходимостью быстро и с высокой вероятностью помочь пациенту. Во всех остальных ситуациях я приоритет оставляю за иммуно-онкологическими препаратами. Да, у части пациентов возможно использование и антипидиантий тела в монорежимах. Части пациентов, безусловно, нуждаются в использовании комбинированной иммунотерапии. Есть определенные ограничения, мы тоже их с вами хорошо знаем. Это как раз вот та самая скорость прогрессирования, это наличие симптомных метастазов, некоторые организационные вопросы. Ну, благодарю за внимание.